Вся красота этого мира заключается в том, что если вы делаете правильные вещи, так или иначе, это принесет плоды. Неважно, делаете ли вы это с любовью, радостью, страданием, ненавистью, злостью, если вы делаете правильные вещи, это принесет свои плоды. Так устроен мир. Если вы делаете правильные вещи, неважно, как вы их делаете, это принесет свои плоды. Нет такого условия, что результат получится только в том случае, если вы будете делать что-то с любовью. Нет, если вы делаете что-то с любовью, это будет более приятно для вас. Вот и всё. Сам процесс выполнения будет чудесным для вас. В противном случае это будет мучение. Результат всё равно будет. Если вы будете поливать эти манговые деревья с большим страданием, в итоге всё всё равно получится. Плоды манговые растут, просто вы не сможете ими насладиться. Их съест кто-то другой. Если же вы будете поливать их с радостью и любовью, то вы первыми заметите завязывающиеся цветки, и тогда, возможно, вам удастся съесть и плод. Иначе вы можете не съесть плод, но плод в любом случае появится. В этом и есть вся красота этого мироздания. Если вы делаете правильные вещи, получается результат. То, как вы что-то делаете, определит качество вашей жизни, но не повлияет на результат. Результат будет в любом случае. Жил один птицефермер. Фермер, который занимался разведением кур. Чтобы повысить производительность, он постоянно читал разные материалы. И вот однажды он нашёл газетную статью о том, как один каменщик установил рекорд, уложив 24 тысячи кирпичей за один день. Фермер очень этим вдохновился. Он вырезал эту статью из газеты и понёс её в курятник. Люди спросили, «Что ты собираешься делать? Куда ты идёшь?» Он ответил, «Я расскажу всем моим курам о том, как этот человек уложил 24 тысячи кирпичей за один день». Вы на что-то рассчитываете, но так это не работает. Так это не работает. Если вы расскажете своим курам, что человек уложил 24 тысячи кирпичей, они не смогут снести вам 24 тысячи яиц за день. Так не бывает. К сожалению, даже на то, чтобы узнать, как работает человеческий механизм, у людей уходит целая жизнь. Но даже тогда они не знают, как он работает. Если вы достигнете такого понимания, что окажетесь вне любого разделения и сможете посмотреть на всё, как на единое целое, единым взглядом, а не так, что на одно вы смотрите одним взглядом, на другое другим. Нет, не так. У вас для всего есть только один взгляд. Нет, если вы будете такими, то внезапно всё ваше тело наполнится светом. Это сработает. Одно только это. Если вы, вместо того, чтобы смотреть на мир с этого уровня, позволите своей духовности подняться сюда, если эти два глаза погрузятся в это, вы сможете видеть всё единым взглядом, а не двумя разными. Вам нравится этот человек, вам не нравится тот человек. Вы любите этого, ненавидите того, вы ладите с этим, а с тем не ладите. Этот хороший, а того вы терпеть не можете. Если вы выйдете за пределы этого, если сможете смотреть на всё одинаково, единым взглядом, садхана перейдёт в совершенно иное измерение. Сделайте одно только это, иначе процесс наполнения светом отнимет у вас много сил. Если вы хотите наполниться светом без этого, то потребуются феноменальные усилия, и эффект очень быстро угаснет. Видите ли, когда вы смотрите на свою жизнь только как на процесс выживания, оценочное суждение необходимо. Вы идёте по улице, вы, как любое животное в лесу, постоянно оцениваете, кто нормальный, кто нет, где опасность, где друг, где враг. Вы постоянно на стороже. Если вы живёте в таком состоянии, вы сможете выживать. Но когда постоянное разделение превалирует в вашей жизни, тогда всё в этом мире становится фрагментированным. И шансы на то, то, что вы когда-нибудь наполнитесь светом, становится очень малой. Это полезно только для выживания. Если вы хотите смотреть на жизнь, если вы хотите воспринимать жизнь такой, какая она есть на самом деле, вам нужен единый взгляд. Один глаз, а не два. Два глаза помогут вам выжить. И только... Просто со временем, под словом «выживание» мы стали подразумевать всё больше и больше вещей. Нет, это не просто выживание. Чтобы заниматься своей профессией, создавать карьеру, делать то, это, мне нужен разделяющий ум. На самом деле, вы просто усложнили свой процесс выживания. Вот и всё. Когда-то выживание означало просто наличие пищи в желудке. Теперь это стало означать много всего. Процесс выживания стал чрезвычайно сложным. С развитием так называемой цивилизации люди не стали цивилизованными. Они усложнили свою дикость. Простая дикость состояла в том, что если вы видели человека, и он вам не нравился, вы его пронзали копьём. Это простая дикость. Теперь же она очень сложная. Если вам кто-то не нравится, вы напишите длинную статью в газете, не упоминая о нём напрямую, но издеваясь над ним миллионом разных способов. Так что, постоянно усложняя процесс выживания, вы столкнётесь со множеством проблем. И, конечно, вы сможете найти решение. Вы сможете занять себя придумыванием проблем и поиском решений. Но каково решение в конёчном итоге? Если вы будете продолжать в том же духе, то единственным облегчением, как для тех, кто верит, что ищут решения, так и для тех, кто открыто создаёт проблемы, или для тех, кто создаёт проблемы неосознанно, для всех них облегчением в конечном итоге будет фраза «покойся с миром». Потому что это единственный вариант, когда они смогут прочувствовать это. По крайней мере, они будут лежать на одном месте, и мечась всё время в разные стороны. Вы не познаете ни единого мгновения неподвижности. Если вы не познали красоту и безграничность неподвижного состояния, попросту говоря, вы больны. Если я буду сидеть вот так, естественно, вы подумаете, что я болен, не так ли? Но разве в вашем уме происходит не то же самое? Это болезнь? Ваше единственное утешение в том, что даже ваш врач этого не видит. Потому что один трясущийся человек не может увидеть, что другой тоже трясется. Если вы не можете разобраться со своей жизнью, то думаете, что можете как-то понять всю космическую картину или любой другой аспект жизни. Вы думаете, это возможно? Вы просто становитесь заложником своего психологического процесса. Первостепенное значение приобретает то, что происходит в вашем уме, в ваших мыслях и эмоциях. Когда ваши мысли и эмоции выходят на первый план, говоря простым языком, это означает, что начало превалировать ваше мелкое творение. Оно стало намного важнее, чем величие творения Создателя. Вот и всё, что это значит. Это очень ограниченный способ существования на этой планете. Самый ничтожный способ существования для человека — это быть поглощённым своим творением. Потому что то, что вы можете создать здесь, кем бы вы ни были, какими бы могущественными вы ни были, то, что вы можете создать, настолько ничтожно по сравнению с тем творением, что уже произошло. Если вы хотите познать жизнь, если вы хотите почувствовать вкус жизни, если вы хотите наслаждаться соком жизни, этого никогда не произойдёт через ваш психологический процесс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok